Всем привет! Рад, что вы пришли. Проснулись уже наконец-то после виркшопов. Давайте начинать. В прошлые разы я рассказывал и показывал, какие есть проблемы с безопасностью в кубернетисе. Как можно получить, получив доступ в контейнер, получить доступ дальше к другим сервисам в кубернетисе, что-то сделать, хакнуть кубернетисе или просто следить и влиять на это. Сейчас я расскажу о подходах, которые появились последние несколько лет, наверное, сейчас входят в тренд, что они нам позволяют и каким образом они помогут в плане безопасности решить эти проблемы. Но хочу сразу сказать, тут, наверное, первым был слайдом, если бы моя была воля, я бы написал бы, не используйте истю, не используйте Service Mesh, где попало. У него есть как плюсы, так и минусы. Мы сегодня о них поговорим, я расскажу. Итак, Service Mesh — это такое новое понятие, появилось уровень конфигурации инфраструктурного лейера для микросервисов. У нас появляется очень много микросервисов, они работают на многих нодах и нам надо как-то контролировать трафик, как-то применять какие-то полисы, снимать метрики и так далее. Это помогает нам Service Mesh. Соответственно, появилось много большое количество контейнеров, появились фреймверки оркестратора, которые этим управляют. Kubernetes, Mesos, Docker Swarm и так далее. Но он задеплоил контейнер на какой-то ноде. А как же нам контролировать трафик? А как применить полисы для какого-то контейнера, который пришедулился на другую ноду, призапустился. И за этим надо следить. Можно использовать там Network Policy, но они защищают на третьем-четвертом уровне оси архитектуры. Понятие сервис и сервисного инстанса. А в Service Mesh — это как бы сервис, означает темплет для сервисов. Sidecar. Sidecar — это контейнер, который запускается рядом с вашим контейнером и помогает сделать какие-то вещи. Например, если вы знаете такой продукт TwistLock, он запускается в каждом контейнере, запускает Sidecar Proxy и контролирует трафик. Другой пример. Смотрите, у вас есть Legacy Application. Его никто не будет приписывать. Но вам надо сделать так, чтобы трафик к нему ходил по HTTPS. Вы не можете этого сделать. Вы делаете Envoy, например, или какой-то NGNX Proxy Server. Ставите рядом с этим в этот под с контейнером, заворачиваете трафик, он будет проксировать HTTPS дальше к вашему сервису HTTP. То же самое можно сделать. Применить какие-то полиси, обработать там, пропустить какой-то трафик. Это все делается там, где запущен именно ваш контейнер. В одном поде кубернетиса. Под — это несколько контейнеров, может быть, с общим IP-адресом. То есть они запущены рядом. Service Discovery. Определение, где же какой сервис работает. Envoy, то есть мы знаем, что надо пойти на такой-то хост, на такой-то порт и так далее. Network, который под капотом кубернетиса, мы к нему вообще не касаемся. Sidecar умеет напрямую пойти на какой-то сервис, мы знаем, куда идти и применить полиси. Load Balancer. Что нам позволяет сервис-меш и решение от сервис-меша? Это пофильтровать трафик. Это сказать, что, например, при Canary deployment мы выкатили новую версию и мы говорим, направь туда 1% трафика, а 99% на старую версию. Если все работает, мы плавно мигрируем трафик. То же самое можно сделать и другое. Сказать, направь мне трафик клиентов, у кого Android, на новый аппликейшн. Если все работает, переключили или просто разнести по разным версиям нашего аппликейшн айфон клиентов на один backend, Android на других, то же самое с браузерами. Что еще мы можем сделать? Мы можем рейт лимита применить какие-то. Сказать, что сюда трафик пошел, но вот мы разрешаем там 10 коннекшенов только для вот этого юзера, а для этих там 100 мы можем на это гибко влиять. Вариантов очень много, что можно сделать с помощью менеджмента нетверкинга, трафик менеджментом, шифрованием. Соответственно, трафик между подами в сервис мэша может криптоваться. То есть вам не надо собирать ваши контейнеры с аппликейшеном, реализовать HTTPS, потом сертификат заэкспаривался, вам надо ротейтнуть сертификат, собрать новый имидж. Этого не надо делать. Сервис мэш умеет автоматически это делать, автоматически сделать ротейт сертификатов, и это все прозрачно для аппликейшена. При этом, да, есть свои накладные расходы, но у вас будет трафик между сервисами криптоваться, и вам ничего не надо делать. Для вас ваша задача написать аппликейшен, который работает. А унификация и авторизация. Сюда же мы можем сказать, что мы выкатили новую версию аппликейшена или какого-то аппликейшена, и хотим сказать, чтобы доступ к нему был с авторизацией. Это тоже легко делается. На уровне прокси-сервера идет авторизация, подключается какой-то бэкэнд, дальше поговорим об этом, и идет авторизация. При запросе вас спросят логин и пароль. Поддержка Circuit Breaker Pattern. Это очень классная вещь. Если вы знаете, в Kubernetes не гарантируют вам доставку запросов, то благодаря сервис мэша это реализуется. Вы можете сказать, что на тот сервис, если мы не достучались, пошел коннект с сервиса A на сервис B. В какой-то момент у вас умер под. Коннекшн от сервиса к нему пошел в Kubernetes. Следующий запрос уже пойдет на новый под. Так вот Circuit Breaker Pattern сделает возможность вам повторить, сделать несколько ретраев и только потом дать вашему клиенту ответ, что там сервис недоступен или уже ответ сервиса, который рабочий. Та же самая ситуация с трафиком наружу. Мы можем сказать, если там хост CNN.com недоступен, сделать ретраев пять раз и только потом вернуть ответ клиенту, а не сразу сказать, что хост недоступен. На данный момент есть несколько решений по сервис мэшу. Это Istio, который продвигает Google в основном. Linkerd от комьюнити CNCF организации. Envoy — это сам прокси-сервер, умеет работать как стендалон. И кондуит. Я работал всего с Istio, Linkerd и Envoy. Envoy как чистым, так и в рамках Istio. Пример сервис мэша. Каждый наш контейнер под взаимодействует с другим и полиси применяются уже там, где ваш контейнер, на точке входа в ваш аппликейшн, а не на ноде централизованного. Linkerd начался проект с 16-го года. Компания Byant. Мне он больше всего нравится в плане, если управление трафиком. У него нет дополнительного функционала, который есть в Istio, но с другой стороны у него отличный функционал по управлению трафиком. Отлично его легко траблешутить по сравнению с Istio. Я могу сказать на своем лаптопе, покажи мне, что сейчас происходит, какие запросы. Это все в Istio и в Linkerd есть. Легче найти проблему. То в Istio вам надо не так просто. Надо пойти на какой-то контейнер, на control plane, посмотреть, где же этот запрос идет, а какой идет. В плане мониторинга, поиска проблем, Linkerd лучше. Но Istio развивается быстрее на данный момент. Кондуит. Я с ним не работал. Он более минималистичный, чем Linkerd. Он меньше ресурсов потребляет, но с меньшим функционалом точно так же. С ним не работал. По поводу он тоже неплохой для небольших инварментов. Подходит, использует. Поддерживает то же самое, что и Linkerd по функционалу. Шифрование трафика, HTTP в первой версии, весь TCP-шный трафик, менеджмент трафиком, и Canary deployment в процентном соотношении. Это все там работает. Один минус у него, Кубернетис поддерживает только Кубернетис. Как Linkerd поддерживает не только Кубернетис, он поддерживает разные платформы. Envoy. Envoy – это маленький прокси-сервер, который на C написан. Реально работает очень шустро, быстро, и самый большой его плюс, что он может работать как стендалон. То есть вы можете загрузить в него конфигурации, да и если у вас control plane умер, все равно будет работать с последней конфигурацией. Это большой плюс. Его можно использовать локально у себя. Вы можете не использовать даже сервис, mesh, Istio, Linkerd, а только использовать в тот момент, когда вам надо. Пофильтровать как-то трафик, да, вот как я говорил, когда вы хотите HTTPS реализовать, а ваш сервис этого не поддерживает, и переписывать его никто не будет. Envoy или Nginx решит эту проблему. В Envoy есть такая возможность еще подключаемые плагины, фильтры так называемые. И фильтрация идет на application level, в седьмом уровне оси архитектуры. Соответственно, вы можете фильтровать по заголовкам, по HTTP-заголовкам, и поддерживается не только HTTP, там и Kafka поддерживается, и разные протоколы, большое количество. И Istio. Istio в семнадцатом году начался этот проект. Развивается компания Google, Lyft, IBM, ну и сейчас Red Hat там подключил себя и другие компании. В качестве прокси-сервера был выбран Envoy, потому что очень быстрый стендалон сервер. Прокси-сервер позволяет реализовать механизм, когда у вас вдруг какие-то проблемы с Control Plane, у вас будет работать все равно ваш прокси-сервер с последней конфигурацией. Итак, Istio на данный момент это самый динамично развивающийся продукт по реализации сервис-меша и по функционалу. Что он позволяет? Мы можем встроить какие-то security features, авторизации, подключать разные плагины, модули, управление доступом, traffic management, квоты, лимиты, перешедулинг трафика, гибридный клауд. Если вы работали с кубернетисом, вы знаете, что для того, чтобы трафик пошел на сервис, кубернетис создает два IP-табл справа на каждой ноде, если у вас тип сервиса с кластер IP стандартный. Если вы объедините кубернетис кластера, у вас трафик между собой может ходить. Это можно сделать легко. Роутинг сетей делается, но сервисы будут недоступны. Поэтому есть два варианта. Первый вариант – это когда вы делаете тип лоуд балансера и пробрасываете какой-то IP-шник сети, которая роутится в клауд-провайдере, и тогда только сервис будет доступен. Или второй вариант – это Istio. Сервисы в Istio будут доступны и будут работать. Итак, компоненты Istio. Envoy, как я и сказал, это сайт CarProxy, который ставится в каждый контейнер. Отсюда. Отсюда. Да. Да. Я сказал, как пример, Istio – это control plane управления. В этом кейсе, если один аппликейшн, целесообразно использовать сайт CarProxy с NGNX или Envoy, например, и трафик у вас будет доходить непосредственно до ноды, где у вас работает ваш контейнер, аппликейшн. То есть не снаружи, а потом и thttp, а именно вот, где под размещен. Под перешедолировался на другую ноду, туда перенеслись два контейнера. С контейнером вашим аппликейшном и контейнером с сайт Car. У них один общий IP-шник, и трафик заворачивается IP-таблсом, грубо говоря. Соответственно, трафик с вашего контейнера идет на сайт CarProxy, и с сайт Car идет ваш аппликейшн. То есть он работает буквально два контейнера близко, на одной ноде. Вот это вот плюс. Istio не обязательно использовать. Istio это, когда у вас очень много сервисов с сервис-мешем, и чтобы это руками не менеджерить. А когда один у вас сервис, два сервиса, это можно сделать разными средствами, используя сайт Car механизм в кубернетике. Да. И у вас коннекшн до пода доходит, а с пода уже попадает ваш сервис. Да. Именно прямиком до ноды доходит. И тут же мы можем фильтровать трафик. Это пример только с HTTPS. Таких примеров очень много может быть. Но когда у вас будет очень много ваших микросервисов, то этим надо менеджерить. И вот Istio дает такой функционал. Нет, консул не… Ну это такой же подход, один в один. Это то же самое решение по сервис-мешу, построению. Они все делают сайт CarProxy в каждом контейнере. Одинаково. Одинаково отличается только функционалом каждого сервиса. И пошли. Идем дальше. Envoy, Proxy Server. На седьмом левеле оси архитектуры может фильтровать. Поддерживает Circuit Breaker, полиси разные. Снимается телеметрия. То есть мы наши все метрики того же трейсинга или трейсинга и статистики, загрузки нашего контейнера снимаем непосредственно с пода уже. То есть это дает Envoy, например. Envoy может давать все трейсы. Трейс дошел до Envoy. Мы знаем, что запрос API пришел. Все это пишется в Jagger, Distributed Tracing System. Соответственно, мы можем это посмотреть, как же у нас наши API-коллы пошли. Та же самая статистика. Статистика собирается с места, где наш крутится контейнер с Envoy и отправляется в Prometheus. Prometheus может стоять как внутри контейнера вашего Kubernetes кластера, так и внешний. Можно просто настроить Prometheus бэкэндом, например, если в GCP стек драйвер указать. Или там еще внешний бэкэнд. Это все делается. И оно делается за вас. И многие вещи упрощают вам. Но вы будете платить за overhead. Потому что каждый Envoy, который стартанул, будет потреблять где-то порядка 62 гигабайта памяти. Это на старте. И, соответственно, от количества коннекшенов он будет больше. Control plane в среднем для старта требует 3-4 гигабайта памяти и 2 CPU. Для старта всего control plane. Миксер. Это компонент, который реализует авторизацию, аудификацию, рейт-лимиты, квоты, трейсинги, телеметрию. И миксер позволяет подключать разные плагины, о которых мы дальше поговорим. Так называемые адаптеры. Пайлот. Он раскидывает конфигурацию на все Envoy. То есть мы создали новый сервис. Он идет на все сервера Envoy и раскидывает конфигурацию автоматически. Как конфигурация заходит в Envoy? Просто, как мы знаем, на какой хост идти? Он просто как n в переменной в каждый контейнер вашего аппликейшена и Envoy. n в переменной придает. Сервис такой-то, айпишка такая-то, порт такой-то. И чем больше сервисов, тем больше n в переменных таких вы увидите. За счет этого реализуется сервис дисковери. Цитадель. Это централизованный сервис для управления сертификатами. Выдачи сертификата, ротейта. Вам ничего не надо делать. Вы просто глобально включаете. Мы хотим фильтровать трафик, mutual TLS так называемый. И он автоматически будет генерить для ваших сервисов сертификаты. Создали новый сервис, он сгенерил. И начал шифровать трафик между ними. Вам ничего не надо делать. Вы задеплоили ваш аппликейшен. Реализовали ваш аппликейшен. Он работает. Но это делается за вас, но вы чем-то должны жертвовать. Это будет performance. Это будет overhead по ресурсам. С одной стороны. Node-agent. То же самое для нот. Выдача сертификатов ноты, ротейт и так далее. Галай – это для валидификации, дистрибьютинг, распределения конфигурации Istio. Он на больших конфигурациях используется. В маленьком конфигурации вы не увидите ни нот-эджин, а не галай, если будете допловить. Что я еще хотел сказать. Istio сейчас уже как бета-функционал в Google Kubernetes Engine. Вам только надо поставить галочку. Да. Он задеплоит за вас, но конфигурить вам придется все равно самим. Пример. Сервис A, сервис B. Сервис пошел от нас. Мы отправили запрос. Он дошел до прокси сервера. IPD был с правилом, завернулся трафик. Весь сервиса. Оттуда он зашифровался, отправился на тот сервис, расшифровался на другом инвои, и уже не шифрованный трафик дошел до вашего контейнера. Пайлот раскидывает конфигурации. Миксер собирает телеметрию или может добавлять какие-то вещи, когда мы хотим в наш запрос сказать, что при таком API-коле надо перехватить и пойти, например, на другой сервис и спросить, а можно ли ходить или нет. Или там авторизацию включить. Это дело отвечает миксер. И Citadel генерит сертификаты. И ротейтит. Истел хорошо. Мы то же самое могли раньше сделать с помощью network policy, используя Calica, например, Wave в Kubernetes. Но policy работают на третьем и четвертом уровне оси архитектуры, на уровне кернала и ноды. Соответственно, на одной ноде трафик все равно может попасть. И performance. Istio работает уже в юзер-спейсе, непосредственно в нашем поде. И, соответственно, трафик доходит уже до нашего аппликейшена в под. Кстати, вот тут очень много будет проблем с перфомансом IP-таблса, потому что когда вы создаете сервис, создается два IP-таблс-правила. На каждый под два IP-таблс-правила. Включаем Istio, forwarding, NAT и так далее. Суммарно 10 IP-таблс-правил, считай, на один сервис. А дальше идем. Чем больше сервисов, могут быть проблемы с контрактом, перфомансом. Но это решается другими механизмами. Механизмом использования IPvS, например, он решает уже часть задач. Просто надо понимать, чем даются такие вещи. Гоняли вот недавно. Ну, процентов до 20 где-то. Но я могу сказать, что там будет следующий слайд. Я расскажу о задержке, которую дает, и сколько по перфомансам. Это пример, как мы описываем virtual servers. До первой версии Istio, сейчас 1.05 последняя, до первой, это назывался rule-road. И, соответственно, когда вы упретесь, какие-то проблемы начнете сейчас искать, вам много вирк-раундов и багов покажет rule-roads. Вы должны понимать, что это уже не rule-roads, а virtual service. Istio очень динамично развивается, поэтому многие ресурсы меняются. Их уже нет, кастомных ресурсов. Но что тут показано? Тут показано, что у нас есть два destination. На один мы отправляем 80% трафика, на второй 20%. А матчем мы по вот этим URL. Это только маленький пример того, что можно. Можно сказать, что юзеру мы даем, например, 20 раз connection будет окей, а на следующий будет задержка там 100 миллисекунд. Или на следующий мы даем ему задержку, а потом ответ какой-то. Это все делается. Как бы очень большой функционал при этом. Трафик, да? Трафик роутинг пришел на сервис. Это реализация Canary deployment. Когда мы задеплоили две версии нашего аппликейшена, и что мы таким образом можем сделать? Мы деплоим две версии аппликейшена. Принаправляем трафик в процентном соотношении. И, соответственно, там уменьшаем количество наших подов, а там увеличиваем. Ну, это понятно. Это делается уже не с помощью полностью истинга, а там Jenkins или чего-то еще. Но в такой связке вы плавно мигрируете ваш трафик на новый сервис. По поводу security. По поводу security, истинга поддерживает разные механизмы. То есть security by default. Что это означает? Вот я в прошлых ивентах рассказывал, что если попали нам в сервис, ломанули через API сервис, есть вероятность попасть в кубер и так далее, то даже если этого сделали, трафик наружу в сервисе запрещен по умолчанию. То есть для того, чтобы вам выйти, надо настроить фильтра. Но тут есть такой один нюанс. Egress фильтры, egress рулы не очень тривиально настраиваются. Там надо каждый сервис описывать. Весь трафик тяжело выпустить. Его можно выпустить. И этим будут пользоваться в основном часто девопсы, которые не хотят разбираться. И там есть, можно применить аннотацию на под, когда deployment создаем. И мы говорим, что трафик в рамках сервис-меша шифровывается, ходит, а наружу мы мимо сервис-меша разрешаем весь трафик. Вот это при security-аудитах надо будет внимание обращать. По умолчанию сервис-меш закрыт. Трафик весь закрыт. Скачать ничего нельзя. Обратиться к сервису ничего нельзя. Только туда, куда это есть. Это в плане безопасности хороший подход. Очень много сервисов, которые позволяют реализовать security в нем. Например, это идентификация, полиси, авторизация, шифрование. Это все мы можем подключать разные механизмы. Например, очень классно работает связка с API, GE и Istio. Что это нам дает? Представьте, у вас одинаковый сервис. Вы хотите сделать и чей для вашего сервиса и безопасность. Мы, используя Google, в Google load balancer глобальный. Поднимаем несколько Kubernetes кластеров в разных регионах. Они подключаются все как бэкэнды в общий load balancer. Трафик у нас маршрутизируется. Дальше у нас есть Istio. Istio объединяем Kubernetes кластера. Общие сервисы, они доступны, ходят. Дальше мы еще добавляем API. Все наши API колы будут фильтроваться. Соответственно, мы точкой входа делаем API gateway, который подключается как адаптер в Istio. И тут мы что делаем? Мы настраиваем в одном месте авторизацию, все полиси для URL. Наши остальные кластера одинаковые полностью, одинаковые аппликейшн. Нам не надо на каждом это настраивать, а в единой точке. Вот в этой связке офигенно, очень классно повышается безопасность, контроль трафика, и API gateway, и трейсинга, и управление трафиком реализуется. Зеро-траст-нетворк. Даже если у нас небезопасная сеть. В клаудах, ну, как бы по умолчанию, да, она небезопасна. Но шифрование трафика между подами – это уже плюс. И вам на это не надо тратить ресурсы для конфигурации самим. Все это делается за вас. Новый сервис появился, используют. А теперь поговорим о следующем. Смотрите, есть ingress proxy. И ingress proxy. Они тоже используют envoy. К нему пришел запрос по TLS, не TLS, HTTP. И дальше по всей цепочке к нашим сервисам будет идти нашифрованный запрос между в проксе серверами. Но, если вы обратите внимание, тут есть миксер. И вот миксер подключает разные плагины. Логинг, мониторинг, APIG, datadog и что-то еще. Большой список, который уже на данный момент есть. Можете собственное писать и подключить. Подключается. И тогда, когда доходит до сервиса B, и он видит, что надо что-то сделать с API-колом. Его чекают перед тем, как дальше пойти. Он обращается к миксеру и применяет полисы. Например, это то же самое. Пойти на APIG и проверить, а можно ли вот этому юзеру идти на вот этот URL. А он говорит, можно, но вот тут надо спросить авторизацию. Авторизация центральная у нас или еще что-то. Что еще классно в плане безопасности? Istio поддерживает JVT токены между микросервисами. И это дело тоже автоматически можно настроить. Какие механизмы можно прямиком с коробки использовать? Авторизацию. В Кубернетисе по сервис-аккаунту, в GCP по сервис-аккаунту. К тому же в AWS и AMROLE это все понимается. И на он-премисе тоже сервис-аккаунт. Istio сервис-аккаунт есть, GCP и так далее. То есть это поддерживается, а с коробки есть. Но благодаря миксеру и плагинам, которые подключаются, это можно. По поводу теперь перформанса. Каждый envoy добавляет 1-2 миллисекунды. Это слайд с интернета. Мы тестировали то же самое. Мы получали где-то в среднее значение 1-2 миллисекунды. Максимум при большой нагрузке мы 5 миллисекунд получили. Но это редко. Если у вас будет терминация HTTPS-ного трафика, и у вас в этот момент рестартанется envoy, например, по какой-то причине, то у вас просто будет всплеск, потом опять упадет. Трафик кушает где-то… Я тестировал до 1000 запросов, у меня envoy начал кушать максимум до 100 мегабайт памяти. То есть относительно немного. То есть он реально вытягивает большие нагрузки и по тестам в интернете, и всего. Инвой можно конфигурить в ЭЧ-конфигурации тоже. Я этого еще не делал, но такая возможность есть, и все состояние сессии вроде как сохраняется. Но это надо будет потестить, посмотреть. Миксер, адаптер, как я и сказал, очень расширяемый, модульный, позволяет подключать разные плагины. И вот тут еще раз картинка. То есть пришел запрос на проксе, он чекнул запрос через адаптер и вернул ответ. Самый распространенный API-G это API-Gitway, DataDog это мониторинг, CloudWatch мониторинг, Stackdriver тоже мониторинг, AWS, Prometheus, Hipster и другие. То есть вы можете непосредственно с него метрики отсылать куда-то на центральное хранилище. Или делать мониторинг каких-то событий в DataDog и так далее. По поводу Linkerd, что мне понравилось, Linkerd умеет работать как на on-premise, так и в Kubernetes. Работает очень шустро, у него он маленький по сравнению с Istio. У Istio больше control plane, но у Istio и больше функционал. Linkerd точно так же собирает трейсинги, шифрует трафик МТЛС. У него нет только модулей для авторизации, модулей для подключения плагинов, как и API-Git и так далее. Но все остальное в плане менеджмента трафика есть. И он очень легко деплоится, дает большую информативность при дебаге. В Istio, например, недостаток есть. Если вы хотите включить дебаг на каком-то прокси-сервере, вы его через Istio CTL не видите. Вам надо зайти в Envoy и курлом дернуть URL внутренний на определенный порт, слэш дебаг. И после этого вы в консоль увидите дебаг. То есть немножко сложновато, есть нюансы. Но есть другой подход. В плане Istio, как мы можем еще реализовать дебаг, контроль трафика. В нем есть мирроринг трафика. И мы можем сказать, вот с этих подов миррорим мне трафик на вот этот контейнер. А там мы запускаем TCP-Dump, Varshark, что угодно. И там ловим. А если это трафик между нашими сервисами, мы спокойно, трафик будет декриптоваться. А если это внешний сервис, но вы знаете, у вас есть СА-шный сертификат, SSL TCP-Dump, по-моему, или SSL-Dump, есть команда, мы вчера ее пробовали. И там сертификат подсовываешь, и ты видишь декриптованный трафик. То есть функционала много. То есть вещи разные реализовываются. Это касаемо Linkerd. Очень маленький контрол плейн, работает элементарно. Трейсы поддерживаются, также в Prometheus кидается и ставится на каждой ноде. Точно так же, как в Sitecar Proxy, Linkerd Proxy. Но инвойки по тестам, по перформансу быстрее работают. Это небольшая сравнительная табличка на данный момент. Istio, только Kubernetes. Linkerd первый, я не советую использовать. Он был писан на Java, монстроидальный, много ресурсов. И с ним очень было много проблем при перформансе. Второй написан на Go, работает отлично. Деплоится легко, но у него нет функционала по авторизации, по security. Хотя в плане менеджмента трафика все одинаково. И Console Connect на любой платформе можно. На Go написан, тоже Sitecar, но я его не использовал. В заключении, что я хотел сказать. Если вы не знаете, зачем вам нужен сервис Mesh, и вы понимаете, что он будет излишен, не используйте. У вас будет в разы больше проблем, вы потратите больше времени, чем на выкатку вашего продукта, solution для кастомера. Если у вас большие требования касаемо безопасности, много сервисов, или вы планируете изначально архитектуру, можно использовать, смотреть уже в Service Mesh. Пускай он дает какой-то оверхитет, но он дает и бенефит в security. Это вкратце то, что я хотел сказать. Я постарался очень глубоко не входить, потому что там копать и копать, и все очень динамично меняется. Буквально там полгода назад я с ним работал, были rules, уже virtual service. сервис, оно меняется. Баги, которые вы будете находить, вы увидите реально советы, но по старым ресурсам. Они уже в новых версиях не помогают, не работают. На это надо обратить внимание. Но развивается очень-очень активно, и Google его активно пушит. Спасибо. Может, есть вопросы? Спасибо. Есть одно вопрос, и мы будем идти на обед. Можешь сравнить, в каких use case, к примеру, рекомендуешь использовать Service Mesh, в каких, например, API Gateway, и ты упоминал миксовую комбинацию Service Mesh с API Gateway, тот же IPG? Ну, я бы, наверное, использовал, если мы хотим контролировать API call, использовать центральную авторизацию, и у нас будет несколько кубернетис-кластеров, раскиданных по регионам, или просто в одном регионе, но в разных АЗ-ах, это независимые кластера. Чем конфигурить security в каждом кубернетисе? Есть смысл использовать API, APIG вместе с Istio. Istio, Service Mesh, я бы, наверное, использовал, если у тебя будет там 20-30 сервисов, которые, и у вас большие требования по безопасности уже есть, и вам надо там центральную авторизацию, шифрование трафика, трафик менеджмент, потому что canary deployment в кубернетисе можно сделать с помощью хапрокси того же, спокойно. Обычный деплоймент, два деплоймента и хапрокси. Это реализуется. Istio просто дает более легче подход, но дает, потребляет больше ресурсов. Окей. А, к примеру, Kong, они тоже Service Mesh свой? Kong это API Gateway, как и APIG. Аналогично. Они Service Mesh тоже заимплеметили? Ну, может, я его не смотрел еще. Но, как бы, и плагина под Kong в Istio я тоже еще не видел. Но Istio, то, что я вижу за год, развивается очень-очень активно. Окей. Благодарю. Если будут вопросы, можете подойти за кофем, я отвечу. Но советую руками пощупать, посмотреть вот эту сторону, потому что дает свои бенефиты тоже. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.